Владимир Дмитриевич, скажите, пожалуйста, вот вы зачитали свой доклад, в нем все отражено, в принципе. Вот на чем бы хотели заострить внимание? Каким из параметров будет в дальнейшем оказываться больше поддержка, скажем так? Я прежде всего думаю следующее. Да, мы будем поддерживать социальную сферу, как депутаты нам рекомендовали. Это обязательно, без этого нельзя. Это наше будущее, там наши дети социальные. Но в то же время работать с инвесторами. Обязательно будем привлекать инвесторов в наш Алтайский район, поднимать экономику. Если будет экономика, значит будет финансы. Тогда мы сможем решать все социальные вопросы, которые стоят перед нами. Ну вот сегодня один из представителей угольной компании сказал, что будет оказана помощь. Куда она будет направлена? На какое развитие каких направлений? У нас все разрезы с администрацией Алтайского района заключили соглашение об оказании помощи именно социальным объектам. Мы сейчас в прошлом году и в этом году планируем очень много работ провести по ремонту теплосетей, водопроводов. Где-то на детских садах окна заменить, в школах заменить, крыши в сельских домах культуры нескольких заменить. На проекты, то есть участвовать в программах, а там тоже софинансирование. В этом году планируем отремонтировать редакцию. Ну очень много задач вы слышали в докладе, и это еще далеко не все, все вопросы. Ну так вот планируем. Ну а вот один из главных вопросов опять же с работой с угольщиками, с другим крупным бизнесом. Вы сказали, что главное это экология. Вот каким образом вот этот фактор будет взаимодействовать? То, что мы слышали, вот много было проблем с началом разработок Убийского месторождения. Вот как будет решаться этот вопрос? Ну прежде всего это партнерские отношения, соблюдение закона. И все предприятия, руководители, их сотрудники знают о том, что в администрации они могут получить разрешение, только предоставь все необходимые документы. Например, Аршановский разрез начинал работу, у него были проблемы с очистными, и сброс был в Абакан. Да, и об этом мы и писали, и обращались. И им, сколько писали и заставляли их привести в порядок, мы разрешение им не давали на ввод. Все они все сделали, теперь все нормально, все документы, все проверки, да, мы подписали разрешение на ввод. И Майор Ивский точно так же, что ребята работайте. Ну все разрешения, которые открываются, они все знают, только в рамках действующих законодательств. И прежде всего соблюдая, защищая экологию. Вот допустим, такая у нас стоит проблема. Аршановский сельсовет села Аршаново, там от торбельного комплекса разреза Аршановский идет пыль. Вопрос поставили и переговорились с директором, да, он пообещал сейчас этот вопрос решить. Там, используя, ну, необходимые методы, там, вода, где-то закрыть, где-то двигатели заменить, все. Ну, то есть вопрос оставить, но мы стараемся их решить. В то же время не навредя предприятиям, ни в коем случае не закрыть предприятия, а именно устранить какие-то, на наш взгляд, проблемы, которые мешают людям, которые пользуются экологией. А еще вот такой вопрос по сельскому хозяйству. Многие показатели увеличились в два раза. И вот знаем, что по программе развития республики создается агропромышленный парк Алтайский. Вот это все звенья одной цепи, или это по разным направлениям развиваемые? Разные. Я хочу сказать следующее. Вот я пришел сюда в марте 2007 года. Да меняют это все в 90-е годы, там, и совхозы развалились и так далее. Тем не менее, наши оппоненты, члены партии КПРФ в частности, о, вот вы такие-сякие, да кто же был при власти, кто я же бы развалил. Я пришел, делаю все возможное от себя, чтобы наладить экономику, чтобы поднять наши земли, крушенные, чтобы они пахались и сеялись, чтобы развивалась промышленность, чтобы наши дети могли нормально учиться в хороших условиях. Что мы можем, то мы делаем. Вы видите, правильно сказали о том, что у нас и рост по всем направлениям, буквально по всем идет направлением. И вот в то же время, используя пустующие земли, привыкая инвесторов, чтобы люди работали на этих землях, мы считаем, что нам необходимо заняться и переработкой. Для этого у нас есть проект, так называемый агропромышленный парк. Мы бы в прошлый год уже, там начали бы у нас и переработка различным, и там мясопереработка все, но у нас проблема с электроэнергией. Москва выделила всего 18 миллионов, а по проекту необходимо 85 миллионов. Ну вот наши министерства экономики, работают с министерством финансов, но сложно и в Российской Федерации средства, вы не знаете, чтобы многие программы просто пока приостановлены. Я надеюсь, экономика сейчас, как говорит наш президент и премьер-министр, что стала подниматься, деньги найдутся и выделят. А выделят тогда уже и агропарк заработает. Но у нас уже все есть, и проект, и земля готова только заработать. И люди, которые готовы работать, не нужна только электроэнергия, мы все остальные сами сделаем. И, наверное, один из самых главных вопросов наших читателей и жителей республики. Впереди единый день голосования осенью, и срок полномочий у вас заканчивается. Будете ли вы баллотироваться на новый срок? Я думаю, я сделал все от меня зависящее, чтобы район маленько встряхнуть, чтобы район развивался и был не в отстающих, а в лидерах. И думаю, пора прийти сюда более молодому. Два срока отработал, честно отработал. И хочу уйти с поднятой головой отдыхать. А видите, преемников молодых, вот как вы говорите, или это уже не ваша головная боль, скажем так? Честно сказать, хотелось бы, чтобы пришел человек государственный, которому прежде всего работа, служение Отечества, это прямо сказать, потому что я воспитан отцом фронтовиком коммунистом, и для меня государство и Отечество – это прежде всего, потом все остальное личное. Хотелось бы такого человека, чтобы он тоже пришел. Ну, я думаю, Виктор Михайлович, я ему доложил об этом, он меня понял. Подыщет, и Единая партия Единая Россия, я являюсь в Северной партии, поддержит, найдут кандидат. А если не секрет, дальнейшие планы? Ну, возможно, пойду в депутата, возможно, просто иду на пенсию. У меня внуки появились, хочу просто жить.